Царю Небесный Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Прибудь с нами в этот вечер. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслия. Слава Тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам, Святого Апостола Павла, 5 глава, 9 стих. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. В каком послании? В этом же самом. Он объясняет, о каких блудниках говорит. 1 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. 1 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Толкование. Слово вообще употребил для выражения общей известности предметов. А смысл такой. Впрочем, я не запрещаю сообщаться вместе с блудниками мира, то есть с целенами. Иначе вы должны бы были искать другой вселенной. В самом деле, когда в одном с вами городе живет так много эллинов, то как возможно не сообщаться с ними? Вопросы? Вопросы? У меня вопрос, почему люди уходили из мира в монастыри? Разве не читали они это, что апостол Павел говорит, ну, черным по белому, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. И Христос тоже говорит, я не молю, чтобы вы уходили из мира, но сохранить вас от зла. Почему все-таки решались? У каждого свое понятие. У каждого свое понятие. Ну, вот апостол Павла понятие-то другое, иначе... Почему они к его словам не прислушались-то? Открытым текстом говорит. Идем дальше. 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей. Фу! С таким даже и не есть вместе толкование. Видишь, не один только был блудник, но и другие, и не один порог, а различные. Но каким образом брат может быть вместе и идолослужителем? Как некогда самаряне только в половину были благочестивы. Так случилось и с коринфянами. То есть некоторые из них держались еще идолов. Сверх всего апостол приготовляется говорить о тех, которые ели идоложертвенные. Хорошо сказал, называясь братом. Ибо всякий, кто виновен выше исчисленных грехах, носит только имя брата. А на самом деле не есть брат. Так, если кто, называясь братом, остается блудником и так далее. С таким даже и не есть вместе, чтобы он признал себя скверным по причине греха и удалялся от него. Удержался. Удержался, да, виноват. Вопросы? Игнать Тихонович, вам слово. Ну что ж, не садись, не ешь весь сказ. Удерживайся. А почему монахи отдельно делали? Библию не знали, а Христе знали только понаслышке. Это протест был против мирского. Библию не только не знали, а ее умышленно скрывали. Если люди будут знать Евангелие, они поймут, что они туда идут, как Симеон Новый Богослов говорил. Тут очень просто. А так сделали, все понятно было, расписано. Как слажено. Встать вовремя, пообедать вовремя, ухажена своя работа и обещано Царство Небесное. Ни о каком рождении свыше даже речи не было. На 11 тысяч монахов у Пахомия. И даже не слышал, чтобы читали, ходили, Евангелие было, или занятия какие шли. Проповедь говорил он один. И то, когда доверил своему молодому послушнику, Феодору Священному. Другие монахи забунтовали, встали и пошли. Еще мы будем молокососа слушать. Вот такое духовное состояние. Все. 1 Коринфянам 5.12 И во что мне судите внешне? Не внутренних ли вы судите? Толкование. Внешними называет эллинов, а внутренними христиан. Я, говорит, нисколько не забочусь о внешних. Они живут вне моих законов. Следовательно, излишне предписывать божественные повеления тем, которые живут вне двора Христова. Закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Римлянам 3 глава, 19 стих. Вопросы? Ну, вот здесь непонятно. Вообще, закон Божий-то, он же для всех написан-то. И судить будет всех, и эллинов, и христиан, и не христиан. Как же вот здесь он говорит, что... Закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. А остальные, как тогда? Неужели Бог не будет судить? Или здесь о другом речь идет, что... Апостол Павел им говорит, да никакого до меня дела этих доблудников нет. Он их не судит. Братьев, да, судят, они могут там эпитемию ему наложить, там, что-то не предать. А эллинов, то что, действительно, они вне церкви, и это имеется в виду. Кто как думает? Они не нарушают законы, эллинов-то. Они не знают законы-то. И живут в сторону их сердца. Но если я правила дорожного движения не знаю, и поехал на красный свет, я нарушил или не нарушил? Ну, не знаю. Ты получал права, изучал правила. Ты под законом шоферским находишься. Хорошо. Ну, а если я сяду за руль без прав, я их не изучал, и проеду на красный свет, и погибнут люди, будут меня судить или не будут? А я не изучал. Конечно, ты нарушитель. Вообще злостный нарушитель. Ну, так я же не изучал, я же не знал, какой с меня спор. Вот ты сел-то в машину, в машину сел и поехал. Ну, и Юлия тоже, он не знал этого закона, но он блудил. Блудил. Нарушал он закон или не нарушал? Он не нарушал. Почему? Да потому что не знал. У него в сердце так не написано было, что нарушает он закон. Ну, и всё, и он свободен от всего, от закона. Какой ему закон-то? Он живёт как хочет, вот и всё. А вот когда услышит он, когда ему скажут, и он примет, тогда закон, тогда будет под законом, тогда и брат тебе будет. Вот и всё. И будешь с него спрашивать. А если он вообще никто, что ты с него спрашивать будешь? Ты его научись, первое, о Христе расскажи. Пусть он примет, если хорошо. Ну, не понятна аналогия с правилами дорожного движения. То есть есть люди, которые не учились, но всё равно садятся за руль и нарушают. И же штрафуют, и... Есть другой закон в государстве. Ты украл машину, взял чью-то машину. То есть это не твоя машина, может быть. Или ты купил, но номера ты на неё не получишь, пока ты не будешь у тебя права. В общем-то, тут законов много. Когда он сядет на машину и поедет. Вот как ты ездишь, вот ты со мной ехал. Сразу нарушил. Сколько правил-то? Я же тебе сразу... Через две сплошных-то налево поехали с тобой с арбузами-то помнишь, нет? Ну, вот, ты нарушил. Я тебе сказал. Так, кто ещё хочет на этот вопрос ответить? Разъяснись. Сергей, тринадцатый стих несёт все поправки. Да. Читаем тринадцатый стих. Аминь. Первое корифянам, пятое, тринадцатого. Внешних же судит Бог. Итак, изверните разращённого из среды вас. То есть апостол, сказав выше, что что мне судить и внешне, теперь присовокупил. Нет. То есть не моё дело судить их. Но другие читают соединительно и с вопросом. Не внутренних ли вы судите? То есть не христиан ли вы должны судить? Внешних же ожидает страшный суд Божий, от которого избавятся внутренние, если получат суд от вас. Привёл на память изречение ветхозаветное. Смотри, старозаконие тринадцать пять. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Желая показать, что уже прежде угодно было законодателю, чтобы люди и нечестивые отсекаемы были от общества. Словами из среды вас показывает, что более для них будет пользы, если извернут от себя нечестивого. Ну вот, теперь становится понятно. А далее еще в другом месте читаем, из внешних же никто не смел пристать к ним. То есть внешних уже даже совесть, ну кто они блудники, куда они улезут-то, воры, лихаимцы, они видят, что там совершенно другое общество. А они не смели пристать, у них какой-то барьер какой-то был. И не пускали их, скорее всего, тогда в церковь-то. Сначала была катехизация, смотрели на человека, а не так, как сегодня проходной двор, всех подряд причащают. Совершенно уклонились от слова Божьего. Вопросы? Так, Герман П. У вас шум какой-то идет? Вы можете микрофон отключить? Перечеркнуть такой микрофончик. Значок. А, сейчас, да, постараюсь. Там четыре. Все, получилось у вас. Так, вопросы по этим всем. Есть вопросы? Ну, если вопросы у кого есть, пускай задают, постараемся ответить, а я что буду задавать? Мне трудно войти в это, потому что я читаю, мне кажется, все все понимают. Я уже теперь не могу даже выделить, что непонятно здесь. Простым языком, простые предложения, это же не догматика. Пусть задают кто, и не понял. Ну, вопрос. То есть, внешних мы судить христиане не можем, то есть, те, которые вне церкви. Их судит Бог. То есть, нам должно, как говорится, на них... Ну, судят это рассуждение по Евангелию. По Евангелию мы не можем с них требовать. Но, однако же, мы судим это и смотрим. Разные комментарии под роликами люди дают. Не согласны. Вот сейчас только ко мне один зашел, мы едем в тракторе. В бульдозере. Поехали на Дальний пруд. Ничего нету. Трактор гудит, я сижу. Спрашивает, а для чего ролики ставят? Секта. Кто секта? Бульдозер. А на встречу коровы идут. Никого не видно. Я снимаю, и меня не видно. А что, Дворкинская отрыжка? Секта. Дети стоят, смеются. Секта. Ничего не знают. Одно слово, вдолбили им, и все. Отсеченные мозги. Вот и секта. Ну, что с ними говорить? Но, однако, мы говорим это, видя, что они безобразничают. Вызываем милицию. Если он подошел, у тебя там машина коров стоит. Это же внешнее. Внешнее. Ну, когда... Возможно, обойди их подальше-то. А бывает и невозможно. Поэтому мы им подсказываем. Курят в помещении, где курить нельзя. Мы же обязательно должны сказать ему. Так что тут надо смотреть, что он имеет в виду. Не имеет дела с ними. А они не под законом. А под государственным-то они законом стоят. Поэтому мы, хоть и христиане, мы обязательно, видя это, вмешиваемся в порядок. Наступило время ночное. После одиннадцати не включать музыку. А они даром, Ваня, там, люди уснуть не может. Мы обязательно должны вмешаться. Людям на работу идти, а они там булгачат. День-то проспали. Так это внешнее. Ну, что ж там внешнее. Не об этом Павел говорит. Он говорит по суду, по закону Моисееву. А у нас закон Конституции Российской Федерации. Вот и все. Плюс к тому, к нашему, к евангельскому. То есть, по Моисееву закону блудников побивали камнями. То есть, это имеется в виду, сейчас бы всех эллинов вы хватали бы христиане, вы побивали бы их. Если бы по закону-то их судить по христианскому, по Моисеевскому. Ну, сейчас заходила женщина. Мы ее не знаем. Но я к ней какие требования могу сказать? Без платка, с сережками, волосы стрижены, ногти крашены. Я успел так мельком увидеть-то. Что я ей буду говорить, я ее не знаю. Но если я узнаю, что она ходит в храм и причащается тому, обязательно. Ну, тогда можно будет сказать. И, как правило, такие люди принимают. Молчать-то нельзя. А внешне что? Он совершенно неверующий. Это у меня сосед. Я что буду говорить, он не верит. Ну, это ваш закон, вы его исполняйте. Он и прав. Что же мне под китайский закон гнать, под индийский? То у меня свой закон, по государственному я говорю. И так и по божественному. Мы говорим баптистам о посте. А где Библия написана? Я говорю, не написано. Ну, это весь сказ. А где указание, чтобы праздновать? В воскресенье они в субботу. В субботе их спрашивают. Не написано. И поэтому не все под этот закон, и под христианский-то попадают по полноте, под наши каноны. Потому что он к ним и не относится. Вот так. И нельзя на этих внешних закон христианский возродить. Иначе, Сергей, всех женщин в России поубивать надо почти. А мужчин не надо ставить. Время не тратить. Много времени молчим. Надо быстро уплотнять время. Нету, скорее, вперед. О, Володя. Сергей, я единственное скажу, что в нещем-то мы все равно должны свидетельствовать о заповеди Божьих. Свидетельствовать не судить, я вот сейчас... Требовать от них. Это понятно, да. Понятно, что свидетельствует. То есть судит их Бог внешне. И мы себя в переплетии Бога не должны... А вот если бы уже он стал христианином, тут уже мы имеем. Глава, первый стих. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых толкования? Многие судились в денежных тяжбах перед эллинскими судьями, как законоведцами. Поэтому стараются исправить это зло, которое представилось уму его случайно. Ибо, упомянув о любостяжателях, вдруг воскипело ревностно и заботливостью о зараженных таковым грехом. И смотри, какое негодование показывает с самого начала, называя это дело дерзостью и беззаконием. Не сказал у неверных, но у нечестивых. Ибо всякие... ...поэтому апостол показывает, что они не найдут ее, потому что неправедно говорить судьи эллинские. Как же они тебя будут судить справедливо? Святыми называют верных... ...пропостки какие большие... ...видними. Ибо они нечестивы, а другие святы. Вопросы? 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? 2. Толкование. Поскольку верные, как люди не ученые, казались не способными разбирать тяжбу, то сообщает им вес и важность. Во-первых... Прерывается и все. Все. Никак, впрочем, это должно представлять, будто они займут места судей и будут произносить приговоры. Судить будет Господь. Нет. Они только осудят. В самом деле, если они, будучи подобны всем прочим, оказались уверовавшими... Смотри, не сказал, от вас суд примет, а вами будет судим, потому что вы, уверовавшие, были примером для мира. И течение, недостойны судить маловажные дела, имеет такой смысл. Кажется, коринфяне стыдились быть судимыми от внутренних. Посему, говорит, напротив, стыдно вам тогда, когда вы судитесь у внешних, ибо эти судилища худые, а не такие, каковы внутренние. Вопросы. Ну вот у меня вопрос о внутреннем суде. А внешнем-то понятно, суды, там прокуратура, все это судятся люди, постоянно гражданские суды, иски подают. У меня вопрос о церковном суде. Что это такое, когда это понятие было введено, и как он работает, и существует ли он сегодня? Да. Церковный суд. Кто может ответить на этот вопрос? Слышите меня, Сергей Остахов. Игнать Тихонич, можете пояснить, кто вам? У нас прерывается. Я вижу только губы у тебя шевелятся, и все. Через две строчки голос слышится, а потом опять не слышно. Я вижу. Хорошо. Кто еще так же слышит плохо, как Игнать Тихонич, скажите? Только вы один. У вас, наверное, что-то, может быть, с наушниками? Но днем-то ко мне отовсюду звонят, и прерывания нигде нету, только вот с этим, с тобой. Но ни один из группы, ни один, не жалуются, все нормально слышно. Неизвестно, кто там в группе, там, может быть, они тоже не слышат, что ты спрашиваешь. Ответа-то никакого нет. Белоруссия слышит хорошо. А вот Андрей говорит в Белоруссии, хорошо слышно. Михаил Гордеев. Я хорошо слышу, отлично. Сергей, уже трое, двое уже говорят. Сергей, я тоже хорошо слышу. Слышу нормально. Все слышат нормально. Но видимость пропадает, по-моему, на секунды какие-то. Доли секунды. Видимость, это, ладно, я даже камеру отключу, чтобы лучше было. Слышимость пропадает или нет? Вот сейчас нет у меня. Ну, тут говорит о том, чтобы судили верующие, а церковного суда-то не было 73. Слышите меня, Игорь Тихонович? Вы видео отключите. Сейчас слышу хорошо. Ну вот, я видео отключил свое, и вы свое отключите, и тогда вообще будет прекрасно. Ну уж я свое не буду отключать пока. Я хорошо слышен-то, хорошо. Ну вот теперь, если церковного суда-то не было, а по канонам, допустим, ну, случилось так, что чем-то завладел епископ у меня, я имею право подать суд на него, на епископа. На патриарха, если мы находимся в обществе, а если общины-то нет, и суда нету, это все невыполнимо сегодня. Как я пойду? Назначают, я в суд подал заявление, о чем? А кому они попадут? В прошлый раз у меня судил татарин. И он только и сказал, говорит, вы христиане, говорит, а судят татарин. Ну все. Они пакостят, всякие глупости делают, и выхода никакого нет. Приходится подавать в суд, чтобы угомонились. А если бы церковный-то суд был, так бы просто все и разрешилось. А невозможно. Вот был в прошлый раз с такой случаем. Отец Павел Ермоленко из Камня на Оби. К ним приезжал епископ Максим Дмитриев, который был перед теперешним митрополитом Сергием. Ну и там он поднял этот вопрос. А там у них главный Гордиенко, протеерей, бывший парторг Компартии. Он относительно крещения стал ревновать-то. Но они по-прежнему не крестят. Тогда он поехал сюда в Барнаул, и ему тут, я не знаю кто, Никита или кто посоветовал, не наш Никита, а другой. А возьми с собой микрофончик, положи его там в карманчик. И когда будешь разговаривать с владыкой-то, или ему спроси относительно крещения-то. А потом это, покажи вашему Гордиенко, отцу Николаю. Он так и сделал. Ну, видимо, не совсем хороший был. И они услышали, или как-то там, он стал его щупать, епископ, да и нащупал этот микрофон. Как он взъелся, как он поднялся. С него рясу сорвали, крест серебряный был сорвали, магнитопон отнял. И по сегодняшний день его перевели там Елец, и по сегодняшний день так ничего не отдал. Отец Павел говорит, это не меньше, чем на 7 тысяч. Ну, то есть самый настоящий грабеж. И подать в суд, как священник-то, я подам, мне ничего не будет. А его может запретить и сам снять. А церковного суда нету. Нигде, ни на одном заводе такого нет, чтобы директор завода побил, там не дал зарплату рабочему, нельзя было жаловаться. Мы живем в одном государстве. Но священники вне законов государственных. Я пошел к прокурору края, по Раскуну Юрию Федоровичу. И говорит, он говорит, ну а как я, говорит, вмешаюсь никак. Ну, может быть, поговорите, напишите, что, дескать, ну нехорошо же так, отняли, не отдает, ограбил. Самый настоящий грабеж. И свидетели там были, сидел, кажется, Капранов, Абайтович, отец Николай, при них. А и один из них уговаривал, да ты не сопротивляйся, да ты отдай. Да если бы отец Павел-то размахнулся бы, он их двоих-троих смахнул бы сразу со стола, как пешки ненужные. А он стоял, крылья поднял и все. И он его душил, душил, так не отдал. И в церкви презрительно так. А потом он, видимо, уже почувствовал, неладно-то, и говорит, ну ладно, пусть в алтарь зайдет. Как забегали священники, ему сразу все подносят, на, оденься, в лицемерие одно. Это мне рассказывал родной брат. Если архиерейк глянул косо, пропало. Хорошо взглянул, тут же забегали, больше в лицемерии нигде нету. Если, говорит, есть 9, где 10 частей лицемерия в мире, евреи говорили, то 9 находятся в Иерусалиме. А мы, скажем, 9 частей сегодня находятся в церкви православной. Такое лицемерие неподобающее. И так ничего не отдал, уехал. И в мирской суд нельзя обратиться. Бесправие полное. Вот так. Но теперь вроде бы суд включили, но где его, не слышно, не видно. Ну а как судиться? Ну он тебя отнял, ну и отдай назад-то. Как судиться-то? Даже очень просто это сделать. Это говорится не о том, что он нарушает каноны, посты. Тут разговаривать не надо. На 2 года отлучается, посты не соблюдает. И ни для кого нету поблажки. А только растительное масло ей там крошку вина разрешать, может дать. Все, отошел. Известно, когда существовали эти церковные суды. И когда они прекратили свое существование. Что-то спрашиваю. Есть известие, когда работали эти суды? Ну когда, 70 лет назад. Работали тогда, при царе-батюшке. А сегодня, я не знаю. Они говорят, суды восстановили. Ну, не знаю. Не встречался, не судился. 1 Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем... Если я сейчас отключу это телевидение, может быть, это поможет? А как мне его отключить? Первая кнопка слева, нажимайте, где камера. Вот эту вот. Вот, нажал. Ну и все. Вообще не слышно. А ну говори. Да вы не перебиваете. Говорите, без-то меня. И все. Первая Коринфянам, 6 глава. Это еще не помогает. Тем ли более дела житейские? Толкование. Ангелами называют бесов. Итак, мы и бесов осудим, если, несмотря на то, что обличены плотью, окажем... Что делать? Первая Коринфянам, 6 глава, 4, 5 стихи. Открой маленький. А вы, когда имеете житейские тяжбы? Еще не слышно. Ну, оденьте приборчик-то ваш. Может, получше будет. Все слышат, вы не слышите. Мешает. Я вас отключу тогда. Бурчите, бурчите. Не слышите, не слышите. Отключи тогда, ладно. Все, еще не слышно. А вы, когда имеете житейские тяжбы... Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Толкование. Ты уже, и за кто вообще-то... Что в церкви нет никого мудрого, который мог бы разбирать тяжбы. Но если, по вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого... Ты отключил? Впрочем, я сказал это к вашему стыду. Если в самом деле так мало мудрых у вас, что суд... Между братьями своими присовокупил для того, чтобы показать, что в таком случае, если бывает... Снимай, хорошо. Братское расположение всего более содействует к прекращению спора. Но брат с братом судится. То, что он производится с братом, другое, то, что он производится перед неверными. 1 Коринфянам 6, 7. Между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Иисус говоря, и то уже весьма унизительно для вас. То есть предосудительно и постыдно, что вы имеете тяжбы. Апостол сказал это с особенной выразительностью. Ибо мы, христиане, должны... Но вы сами обижаете и отнимаете. И при том у братьев. Толкование. Второе, то, что напротив, сами обижают. Третье, то, что обижают братья. Хорошо было бы, говорит, и не... То лучше терпеть обиды. Вопрос. 1 Коринфянам 6, 9. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследие. И ни малаки, ни мужеложники толкования заключают увещание угрозой, усиливая речи, спрашивая их. Говорили, что Бог, человека любив, и не будет наказывать, но введет в царство. Посему, говорит, не обманывайтесь. Ибо и в самом деле явная царство... ...подвергнутся казни. Ни блудники. Того, кто уже осужден, ставят на первом месте. Малаки именно... ...совершающих постыдное. 1 Коринфянам 6, 10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни зловички. 2 Коринфянам 6, 10. ...толкование. Многие спрашивают, почему поставил пьяницы зловичивых наряду с идолослужителями и с теми... Он стал повинным в гиене того, кто скажет брату своему безумный. Иван говорит Монфея, 5 глава, 22 стих. Далее, теперь идет речь не о наказании, но о лишении царствия. Царствия же лишаются равно все таковые грешники. И будет ли различие в них? Вопросы? Сказанного. Никита, ты меня хорошо слышишь? Да, мы все слышим. Хорошо? Почему не переживаете? Ну, когда как. Она как обычно. И поэтому связь у них завистает. Вот и все. Понятно. Так. Вопросы? Коринфянам, 6 глава, 11 стих. И такими были некоторые из вас. Но мылись. И духом Бога нашего. Толкование. Размыслите, говорит. И вы подвержены были всем высшим исчисленным порокам. Но Он, Господь, очистил вас от них. Оправдав вас, сначала омыл вас, потом оправдав, осветил, не именем того или другого учителя, но именем Христа и Святым Духом. То есть, Троица даровала вам эти блага. Ибо сказав, что Бог осветил именем Христа и Святым Духом, выражает не другое что-нибудь, но именно Троицу. Вопросы есть? То есть, когда Господь осветил В Таинстве Крещения Написано, были некоторые из вас. Человек был вор. Покаялся. Пришел в церковь. Но у него судимость. Все знают, что он вор. Стал христианином. Теперь он вор или не вор. Как к нему относиться? С подозрением или сняты с него все подозрения? Или нужно какое-то время убедиться, что он действительно покаялся? Кто желает ответить? Сергей, ну, прежде всего, своей дальнейшей жизнью он сам определит в твоих глазах, кто он и что он. Если он искренне покаялся, то искренне покаяние, то есть, как говорится, чтобы не вернуться, говорится, как собаки на свою блевоцину. Вот и все. Если он в дальнейшем не ворует, то... Можно допускать, что он и воровать дальше не будет. Да, а если еще и мы видим, что он работает своими руками и помогает всем тем, как вот Затхей, кого обидел, воздал вчетверо. Ну, тут понятно уже. Все, с него уже снимается это клеймо. И как бы судимость ему уже... Тогда другой вопрос. Написано, если же разведется, должна оставаться безбрачная, доколе не умрет муж. Вот она до крещения развелась и разведенная. Покрестилась. И вот этот грех развода, он остается на ней. Она, ну, написано, что такие были некоторые из вас. То есть, она разведенная, ушла от мужа. Она теперь после крещения остается разведенная или уже теперь неразведенная? Свободная. Потому что она жила в миру, когда развелась с мужем. Призвал Господь? В каком состоянии призвал? Из мира? Призвал ее в состоянии развода. То есть, она ни с кем. Нет, не считается. Написано, в том и оставайтесь. В том же звании оставайтесь. То, что в мире было, не считается разводом. По этому поводу я тебя научу, сколько хочешь. То есть, такая ситуация. Допустим, женщина готовится к окрещению. У нее есть муж неверующий. И она полюбила другого христианина. Она у неверующего спрашивает, ты хочешь со мной жить? Хочу, я тебя люблю. А она говорит, а это все ерунда. Все, что до крещения, это все разврат. Бросает его, выходит за христианина замуж. Она прелюбодейка или нет? Сергей, нужно понимать так. Вот она живет с мужем за своим... Да, она прелюбодейка или нет? Да или нет? А потом дальше будет рассуждать. Да, она прелюбодейка. Без рассуждения нельзя сказать сразу. С каким настроением она, для чего пошла она в церковь? Вот в чем дело. Да какая разница, для чего она в церковь пошла? Да что бы за христианина замуж везти? А вот именно, если она в церковь не берет в жены-то, ты не крестни крещеная, ты крести сначала. Она крестилась. Если она готовится к крещению, она уже осознает, для чего она делает. Но если она в это время полюбила другого ухода от мужа, это уже прелюбодеяние, это грех. И как можно крестить такого человека, даже не пойму. Правильно, в таком разе будет прелюбодейка. По идее, креститься она не имеет права. Крещеная относительно права. Но нужно определить, в каком состоянии она находится. Если она до уверования разошлась со своим мужем, разошлась, а потом уверовала, она свободная. А если вот она уже в церкви, и потом захочет выйти за верующего, а со своим разойтись, то это нельзя. Вот в чем делается. Сергей, можно слово? Могу. 1 Коринфянам, 7 глава, 12-13 стих. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Его. Правильно, правильно. Ну а если уже оставила, а потом уверовала, ей теперь примиряться нужно, или за другого замуж можно выходить? Или одной оставаться? Если она раньше оставила его, разошлась, а потом уверовала, свободна она. Она свободна, может оставаться одна, может опять примириться, и может за другого выйти? Конечно, конечно. Ну я так говорю. Даже если будет живой? Даже если будет живой. Она в миру жила, неверующая была, вообще никто. Хоть 10 раз. А если вот этот вот живой, муж тоже стал христианином, и говорит, давай, у нас же дети 5 штук. Зачем ты? Давай, я покаялся. То она уже разошлась, еще в церкви не знала, разошлась, и 5 детей осталась, или себе взяла, или ушла. Ну разошла. У нее на завтра есть свобода опять примириться с тем? С мужем? Всегда есть. Вот она будет всем верующей, и может прийти и примириться со своим мужем, и все, потому что у нее дети, и церковь решает там уже такое. И она не то, что это за нового такого-то пошла, а вернулась в своем отношении. Вот, смотри, вот такая теперь ситуация. Смотри, она разошлась, у нее 5-й бытишек, уверовала, вышла замуж, потом первый муж ее уверовал, и говорит, давай назад возвращайся, а она замуж за вторым, что ей делать? Или водейка она, или что? Нет, мы шоу, подейка, она уже в сетье живет. Запутим, о чем мы читаем, и что нам дальше читать надо. Это такая катавасия, лучше не надо. Это когда подснет, давай это вот. До седьмой главы дойдем, там поговорим. Что-то мы раньше на этом, все, давайте шестую. Завязали. Все, катавасия, катавасия. Будем разбираться дальше. Первая коринфянам 6.12. Все мне позволительно. Но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Толкование. Так как и прежде говорил о соблудившем, и скоро опять будет говорить о нем же, то вводит речь и о чревоугодии. Ибо от чревоугодия преимущественно происходит страсть блудодеяния. Итак, говорит, позволено мне есть и пить, но вредно для меня принимать пищу и питье не в меру. Я, говорит, господин над пищей и питьем, но если буду употреблять их не в меру, то из господина сделаюсь их рабом. Ибо кто пользуется ими как должно, тот господин над ними. Напротив, кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, а раб их. Потому что в этом случае пресвящение делается его тираном. Видишь ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным. Смотри, каждый из коринфян говорил, мне можно предаться наслаждениям, а апостол говорит, ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ними, а потому, что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным, то ты имеешь власть над чревом, но то не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобой. Вопросы? Добрый день всем. Сергей Минск, Козлюк. Хотел вопрос задать по поводу этого стиха. Скажите, пожалуйста, а вот хобби, тогда получается грех? Человек, если занимается, например, собирает марки, открытки, что-то, вот хобби какое-то у него. Значит, он это богом не приветствуется, если опираться на этот стих. Спасибо. Ну вот Андрей из Белоруссии, у тебя вот было хобби, я знаю. Да. Вот. Ну я не знаю, я не знаю, можно ли сравнивать мотокросс с собираниями марок, то есть мотокросс является прямой угрозой, скажем так, и, как говорится, искушаешь бога, все время ходишь по острию, то есть, как говорится, постоянно в искушении. Ну а сбор марок, я не знаю, Единственное, что, наверное, в сборе марок может быть, это, ну, скажем, потеря времени, то есть, поиск марок, то есть, скажем так, сатана выводит тебя не для изучения, скажем, слова Божьего, а там обмен марок, форумы, собрания марочные. Ну, скажем так, не нужно все это абсолютно для спасения уж точно никак, а только вред. Ну, не знаю, это мое такое мнение, как бизнес для выживания, может, кто-то живет марками, ну, тогда вообще, не знаю, сложно судить, то есть, ну, не знаю, вот такое мнение у меня. Ну, я марки, открытки взял к примеру. Люди некоторые книги любят собирать, кто-то за стариной увлекается там этими вещами старинными, реставрирует их, вот как-то так, типа, как бы, историю, но это держит людей, увлекает их. Но неужели это плохо? И когда это плохо становится? Где эта грань? И когда обладание-то приходит? От чего? Спасибо. Ну, грань. Написано, но ничто не должно обладать мною. То есть, если у тебя, ну, вот, например, на чревоугодие здесь. Я, грешный человек, люблю поесть. Иной раз не воздерживаюсь и переем. Вот. И вот, иной раз объявлю в войну от пузу. Две недели не ем. Две недели проходит, и мне начинается искушение. Ну, так не худеет. Мама у меня в основном, она тоже невоздержанная. Ну, приди хоть раз, то поешь где. Не придешь, поешь. И вот борьба такая. И вот вроде и не обладает мною это чрево. И в то же время обладает. Вот борьба такая идет. Так же и с любой страстью. Если человек, как бы, решительно может от этой страсти, ну, и она, ну, совесть тут. Вот марки, например, привел. Если он, кроме марок, ничего больше не видит, если он за эту марку, как готов, как говорится, и родину продать, и это, то, конечно, она, эта страсть обладает. И чревоугодие может человеком обладать. Он за кусок сала может соседа, как говорится, продать. ничто не должно обладать мною. Страсть может обладать. И потом на стадионы ходили, тоже апостол судит это, идут туда. Вместо того, чтобы идти в храм, идет на соревнования с собаками. Обладает это, но нет, не обладает. То есть я могу отрезать, и все, не ходить, пошел в церковь. То есть борьба идет. То есть надо бороться с этими страстями. Внутренняя борьба. А если уже тебя захлестнуло, и ты, как говорится, уже не можешь вылезти, молись, взывай, проси братьев помолиться. Нужно признать себя, в первую очередь, что эта страсть тобой обуяла. И она вредит тебе. Здесь, вроде, ну что такого вкусно поесть? А это к блуду ведет. А блуд к смерти. Все понятно, в смертной игре. Поел, дальше охота, выпить, выпил, дальше женщину охота. Все понятно. Поэтому лучше и начать с воздержания, не переедать. Апостол советует это на корню все рубить. И дальше вот он пишет, 1 Коринфянам 6, 13. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. И Господь для тела. Толкование. Чревом называют чревоугодие, а не член нашего тела. Пища же, неумеренное употребление пищи. Итак, смысл слов такой. Неумеренное употребление пищи находится в дружбе и родстве с чревоугодием, и наоборот. И то, и другое не может привести нас ко Христу. Напротив, преданных себе пересылают взаимно одно к другому. Неумеренность к чревоугодию, а чревоугодие к неумеренности. Не чрево, но чревоугодие. И не пищу, но неумеренность в пище. В слове уничтожит, некоторые видят предсказание о состоянии будущего века. То есть, что там не будет нужды ни в пище, ни в питье. Если же там и умеренное употребление пищи не будет иметь места, то тем паче упраздняет неумеренность и чревоугодие. Сказав, что вместе с упразднением пищи упразднится и чрево, выразил то мысль, что вместе с насыщением прекращается желание большего. По словам же других, он запечатлел свое вещание молитвой о том, чтобы упразднились, то есть, прекратились и неумеренность, и чревоугодие. Апостол говорит о чревоугодии по поводу речи о блуде, ибо следовало бы сказать так, тело же не для брашен и не для чрева, но он не сказал, так, а как, не для блуда, показывая, что бывает следствием телесных наслаждений, именно блуд, а смысл слов его такой. Тело говорит, не для того создано, чтобы утопать в наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы повиновалось Христу как голове своей, а Господь управлял им как голова. Вопросы? Ну, еще выше. Да, да, такой момент, я вот как-то задавал вопрос Игнатию Тихоновичу, это по поводу того, что некоторые священнослужители очень большие, толстые, ну, крупные, они едят так и очень праздно, ну, живут так, ну, толстые, большие такие. Спасибо большое, тут я усматриваю ответ. Какой ты осматриваешь ответ? Священники толстые, а... Да, так много едят, наверное, мало двигаются, во, неумеренно питаются, наверное, ну, чего они такие большие? А вот там звенит звонок, там выключите. Да, писания без страха уточняют себя. Вот. Страх должен быть, потому что опасно все это. Нужно это понимать. Сергей, можно еще по поводу хобби? у меня мысль пришла. Ну, вот, допустим, если брать в моем случае, допустим, когда я занимался мотокроссом, слава богу, отошел от этого всего, то есть, мне, как бы, и внутренность, моя сама внутренность мне потом, когда еще давно беседовал с Игнатием Тихоновичем, значит, он тоже был такой каплей, который внес в меня вот это вот все, что мне пришлось отказаться от этого всего. Ну, как бы, я уже сам на подсознательном уровне начинал осознавать, что это, ну, неправильно все это. И, в первую очередь, что это отводит от Бога. То есть, соревнования проводятся в основном по воскресеньям. В воскресенье человек должен ходить в храм, посещать храм, читать Библию, значит, вот. А спортсмены все в воскресенье носятся, сломяя голову себе, руки и ноги еще на свете. То есть, находятся абсолютно не там, где нужно. То есть, если хобби человека, ну, это мое личное мнение, если хобби человека отводит человека от Бога, отводит просто, вот, собираются они по воскресеньям где-то, что-то, кто-то, значит, а должны в храме быть в это время, допустим, то есть, то это уже в любом случае, как говорится, во что-то вмениться человеку, то есть, уж неправильность так точно. А, мысль понятна. Мысль понятна. И вы, что мы говорили, что некоторые сектанты говорят, что пища не приближает и не удаляет человека от Бога. А где написано? А, говорит, ну, сами выдумали. Пища удаляет человека от Бога, я по себе могу сказать. Вечером поешь уже и на молитву не так, а уж до поклонов с полным брюхом то уже и не покланируешься. Удаляет. А когда воздерживаешься и утром легко встаешь, и дела у тебя идут, и все. Воздержание. То есть, как господствовать нужно, вы господствуйте над грехом. И когда вечером не поешь, переборешь, на душе радостно. А поешь, а еще если и переешь, все, отравился, все, проиграл эту борьбу. То есть, сатана искусил тебя. Вот. То есть, надо поесть, иначе там желудок заболит, вообще начинаются там всякие разные мысли. Диазло будет, желудок испортишь, там. Найдется всякий доброжелательный все. Так. Ну, а если, как говорится, хобби, ну, если такое хобби, которое вот, ну, не обладает человеку, действительно, написано все мне позволительно, оно бывает и полезное хобби. Вот. Я вот тоже у меня хобби, ну, и заработок тоже с этим связан, я дрессирую собак. Время не отнимает уйму. Как бы, вот. Ну, и тоже разговаривал с Игнаем Тихоновичем, ну, говорит, это, я думал, может, это я же учу собак кусать человека, она же и убить может, то это тоже, как бы, не шуточки, тоже, как бы, близко с мотокроссом. Там жизнью рискуешь и там, но там потом мне объяснили, что есть-то заповедь не укради, а чтобы вора-то задержать, чтобы он покаялся, то Бог даровал собаку, потому что она и бегает быстрее, ну, охранные собаки всю жизнь держали охранных собак, и их надо обучать. Вот. Ну, и безопасность тоже человека, она. Вот. То есть, они, ну, и продолжают этим заниматься, зарабатывают, как бы, и хобби, и заработок, и... Но в воскресенье все, я перестал на соревнования ездить. Раньше ездил, а сейчас все. То есть, мной это хобби не обладает. Вот. Самое главное, чтобы не обладало. Если начинает обладать, вот, тогда начинаются проблемы уже, все. Да, вот были последние соревнования в воскресенье и благовестие. У меня, как это, было сомнение. Ну, подумаешь, там они соревнования, там, раз в полгода. Подумаешь, один раз в полгода это не грех, там, службу пропустить. Я ж не гника, не три к ряду воскресенье богослужения пропустил. Ну, там нет, все. Все. Сказал нет и все, нет. Субботу давайте, воскресенье нет. Так, продолжаем. Или вопросы у кого-то еще есть? О. По чревоугодию. Вот. Первое, Коринфянам 6, 14. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою своею. Толкование. Не смутись, услышав, что Бог воздвиг Господа, ибо апостол говорит так, не сходя к ним, как к младенцам. И поскольку об отце, как источнике, все единодушные имели самые высокие понятия, то и воскресенье относит апостол к отцу и объявляет, что и нас Он воскресит. Ибо как Он воздвиг голову нашу, разумею, Христа, так воздвигнет и прочие части тела, то есть нас. Далее, в подтверждение своих слов присовокупил. силою, силою своею, как бы так говоря, не усомнитесь в том, что говорю, ибо сила Божия, совершающая великие дела, исполнит ее это. А что воскресенье Христа относит к Отцу, как виновнику, то это видно из того, что говорил Господь о самом себе. Разрушьте храм сей и в три дня воздвигну его. В Англия Таана 2.19 И еще. О нем уже написано, что Он явил себя живым. Деяние 1.3 Итак, хотя Он и сам воскресил себя, но и это дело приписывается Отцу, как виновнику. Вопросы? То есть здесь говорится о воскресении. И в этом на это нужно всегда. То есть в этой жизни Бог уничтожит и то, и другое. И чрево, и тело, и все это сгниет. Поэтому не должно обладать это нами совершенно. 1 Коринфянам 6 глава 15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Полкование. Опять обращается к прежде предложенному вещанию относительно блуда. Между тем вооружает слово свое великими ужасами. Не сказал соединить с блудницей, но что ужаснее сделать членами блудницы. В самом деле, кто не ужаснется, слыша эти слова, то есть отторгнуть членов Христа и сделать их членами блудницы. 1 Коринфянам 6.16 Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Толкование. Показывает сказанное, то есть каким образом члены Христовы делаются членами блудницы. Через сообщение говорит мужчина, делается едино с блудницей, потому и члены его, которые были членами Христовыми, становятся членами блудницы. 1 Коринфянам 6.17 А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Толкование. Смотри, как и самыми наименованиями блудницы и Христа продолжает и усиливает обвинения. Говорит, что соединяющийся с Господом делается не иным, чем как Духом, так как не совершает ничего плотского, то есть становится духовным, ибо единение с Господом подает ему освящение Духа. показал в этих словах и то, каким образом верные делаются членами Христовыми. Вопросы? Микрофончик, Игорь, Добылов, подключай. Сумновато. Так, ну здесь на что у меня обратилось внимание, говорится о совокуплении с блудницами и приводится местописание «два будут одна плоть». Я все время считал, что это говорится о семье. Мужчину и женщину сотворил их, и уже не двое, но одна плоть. Семья. А тут с блудницами уже как бы место для семьи натягивается на это. То есть одна плоть становится. Вопрос можно? Да. Скажите, пожалуйста, если человек, он оцеркленный, или вот он прошел все ступени, ну я не знаю, в церкви он крещение принял, там причастие участвует, все, а потом он ушел в другую религию? Он, это прелюбодеяние? Считается ли это блудом, или нет? Однозначно. Ну, прелюбодеяние синоним слова «измена». Муж изменил жене, жена изменила мужу с другим. Идолопоклонство тоже своего рода измена. Поклонение другому Богу это измена Богу. Бог ревнитель, то есть он ревнует, как жена к мужу, муж к жене, так и Бог ревнует. И если бы он служил ему, а потом стал служить другому, что Бог Богу-то? И заповедь говорит, не создай себе кумира и не поклоняйся им, не служи им. Духовный блуд, мир грешный и прелюбодейный, так Христос охаргеризовал этот мир. Грешный и прелюбодейный. Я думаю, да. То есть когда иудеи сказали... Тут я еще надо разъяснить. Блуд и прелюбодеяние разные вещи в отношении плотском. Прелюбодеяние это когда при муже изменяешь жене и жена мужа. А блуд это когда они не женатые и не замужние живут с мужьями как... вернее с мужчинами и женщинами как муж с женой. Понятно. То есть незарегистрированный брак. Не в браке, а... Ну, будет. Это блуд называется. А если говоришь ты был в церкви и пошел в другую религию это уже не блуд. Это прелюбодеяние. Блуд это когда человек блуждает не зная Христа он там в йогу пошел блудит по помойкам собирает то есть он ищет может быть искренне ищет Бога. Пошел там по сектам искал потом наконец-то нашел православие истины. До этого блуд. А если он был в православии то он уже как вымытая свинья идет валяться в грязи и как пес возвращается на свою блевотину. Это если в грех возвращается а идолопоклонство поклонение чужим богам это конечно в трубу измена предательства это не блуд это более тяжкий грех все понятно спасибо лучше бы вам не познать истины чем такое вот слушают пролюбодеяние то и то зло но пролюбодеяние больше вечно как зло потому что у тебя жена была если человек познал истина какой смысл изменять так больше вопросов нету по этим местам истин истин далее 18 стих 1 коринфянам 6 глава бегайте блуда всякий грех какой делает человек есть вне тела а блудник грешит против собственного тела толкование предписывает бегать блуда как некого его гонителя от которого мы ни на одну минуту не можем быть безопасными и напрягать все силы к тому чтобы удерживаться от оного блуд говорит оскверняет все тело поэтому-то соблудившие обыкновенно и в бане ходят свидетельствуя тем что тело их осквернено и так блудник грешит против самого тела оскверняя и грязня оное хотя и убийство кажется телом не совершается однако оно оскверняет не все тело ибо можно бросить или камнем или деревом или другим каким-либо веществом но сделать блуд без тела невозможно поэтому оно всегда оскверняется впрочем у апостола было намерение представить тяжесть этого греха в увеличенном виде так как его касается настоящее увещание ибо блуд отнюдь не есть порок худший всех прочих пороков знаю и другие решения по этому предмету таково следующее решение блудник грешит против собственного тела и в том отношении что смешивается не по желанию произвести детей как при совокуплении с законной женой но напрасно портит его излиянием семени и тем обессиливает его другое решение блудник грешит против женщины с которой смешивается так как она становится через это его телом почему если смешивается с нею незаконно то грешит против нее впрочем решение великого Иоанна Златоуста лучше всех разумею первое решение далее некоторые изъявляя сомнения спрашивают что же зависть разве не сушит тело и разрешают опять этот вопрос так зависть есть страсть а не действие апостол же говорит теперь о действии ибо вот его слова всякий грех какой делает человек а не острасть в самом деле зависит зависть не производится нами но бывает в нас вопросы есть мнение что 90% людей именно спотыкается на грехе блуда кто там был посчитывал не знаю но такие цифры имеют место быть и этот грех с которым бороться не нужно его нужно бегать написано бегайте блуда убегать очень опасно у меня был знакомый давно ходил в храм верующим себя называл так он как раз брат у меня с ним разговаривал а я с блудом борюсь борюсь прямо а Игорь спрашивает а как ты прямо на руках с ним борешься вот в среду и в пятницу я говорит жене не изменяю постные дни вот у него такая борьба такое представление об этой борьбе понимаешь ходит исповедуется причащается вот у него такая вера постные дни он с блудницами не общается а в остальные дни дела нету я же боюсь в среду он властен в пятницу властен над этим грехом а в остальные дни не властен как так и далее читаем 1 Коринфянам 6 глава 19 стих не знаете ли что тела ваши суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои толкованием устрашает еще более и величием дара то есть с большого духа и достоинством сообщившего дар то есть бога выговорит храм храм и при том святой ибо вы храм святого духа не оскверняйте же святого храма и не делайте бесполезным дара божия ибо от бога имеете дар и духа первое коринфянам 6 20 ибо вы куплены дорогою ценою посему прославляйте бога и в телах ваших и в душах ваших которые суть божия толкование вы под владыкой и ничего не имеете своего само тело не ваше ибо вы куплены дорогою ценою то есть кровью христовой посему члены ваши принадлежат другому владыке и на что ему угодно на то и должно обращать их деятельность говоря это не уничтожает свободного произволения но показывает что бог которым мы искуплены по праву требует от нас служения себе и так поскольку вы куплены говорит то прославьте бога в теле вашем то есть совершая телом добрые дела и соблюдая его святым и чистым ибо прославление бога состоит в том когда люди видят ваши добрые дела и вследствие того прославляют его показывает что не телом только должно избегать блуда но и душой так чтобы и мысленно не оскверняться ибо душой назвал мысль в евангелии матфея 5 2 запрещено и то прелюбодеяние которое остается только в сердце непрестанно напоминает что мы не принадлежим самим себе а находимся под владычеством бога который искупил и душу и тело наше вопросы если есть вопросы к Игнаю Тихоновичу не по теме можете задавать я хотел к вопросу перейти который задавал Сергей какого именно ну который вот он задал и сказал человек ходил в храм и так далее причащался и потом можно ли это назвать булдом если фонда пошел теперь в мечети и служит Аллаху или буддистам да вот я хотел сказать что тут надо до конца договорить дело все в том был ли человек рожден свыше он понимал что такое православие вот это вот это нужно еще объяснить человеку если у него этого не было то может быть и никакого прелюбодеяния не было чего пугать то его зря а теперь он вдруг когда там побывал сравнил и осознал что-то и глядишь принял Христа сердце свое Христос был ли принят как он себя вел что делал как одевался носил ли на лице бороду или так просто все это по прихотям мира сего жил потому что я слышал он так сказал что вот занимался там причастием причастие это последний момент самый о котором можно говорить когда ты в православии величественнее нету этого момента а самый первый момент это нужно принять услышать принять и исполнить и исполнить исполнять а если не было никакого исполнения как у нас сейчас пришел ушел помочили ну можно ли это назвать до конца прелюбодеянием если человек куда-то дальше пошел я думаю что даже пугать не надо человека этим просто нужно разъяснять если Игнатий Тихонович баптист к баптистам обращаясь разъясняет как можно быть православным баптистом быть и стать православным ну там ну иконы не хулить ну можно не молиться там и так далее и тому подобное то такому человеку который считал себя якобы православным или его там внушили ему что он воцерковленный а на самом деле он даже понятия не имел что такое истинное православие ну я думаю он понятен то есть надо до конца мысль понятна часто у нас слова православных христианин вводят просто людей в заблуждение на поверку он никакой не христианин да и не православный никогда может таким и не был конечно если критерием является борода что христиан то сколько у нас вообще мало почему вы ставите бороду в принципе если он принял святое водное крещение по правилам Михаил Гордеев потому что написано не касается крови в бороде написано в библии в святой Бог сказал мы это приняли исполнили ты не принял не исполнил это весь критерий мы поверили Богу ты не поверил мы верующие ты не верующий что главный собор русской православной церкви постановил двумя двумя канонами своими в 1551 году председатель стал тогда 16-летний еще Иоанн Грозный но его тогда он не был Грозным просто Иоанн 4 и постановили первое если человек бреет бороду не хоронить его на погосте и в церкви его не принимать то есть церковь зайти было нельзя и не хоронили православных хоронили только около церкви это погост назывался ограждение около церкви и второе назвали это по-моему 35-й канон назвали блудодейственная ересь блудодейственная ересь то есть для того чтобы понравиться женщине ты скоблишься и потом с ней ложишься потому что ее не колет там не щекочет и так далее ну короче с бабами поговори они тебе все расскажут про проживку ой Игорь Игорь добро ну что ты не готов вот рака не надо за камень только мне заводить я уже за полста лет прожил уже шестой десяток и уже это все давным-давно знаю что это блудодейственная ересь меня никто с этой народой с моей не любит сейчас а когда я был до 31 года безбородый бабу увивались только отбивайся так что рака не надо заводить за камень ясно 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 почему так вас нервничает у вас тик такой пробегает по всей вашей вот этой общине потому что вы просто ну потому что называясь братом остаешься блудником брея бороду блудным еретиком остаешься а называешься братом православным вот у нас и у нас и тик с таким даже и не есть вместе с бритами и не хороните на одном кладбище так так сказали святые отцы и тем пощады не было и от нас пощады не ждите вот и все серетикум первое второе раз поговорил и отвращайся от него а тут уже непонятно какой миллиардный раз разговор идет и все одно и то же ну так уже говорится терпим терпим ну не могу Игорь не могу вот понимаешь растет растет потом и все у тебя цели нету цели нету с нами быть другом вот нету цели вот с удовольствием я бы подружил с вами вы много знаете там и так далее поговорили бы но у вас нету этой цели дружить с нами у вас одна цель яда самохотение вот похоть мира сего все кому-то понравится надо а нам конечно что нравится мы серомятные лопатные там заплатанные и бородато-лохматые понятно некоторые на показ заплаты-то свои делают ну так и думают через заплаты что приобреть благочестие что ли слушаем про бабку рассказывал у которой корыто было разбито что было оно латаное перелатаное и ничего стирало в нем а потом когда начала вместо заплат все новое и до чего добралась эта бабка хочу быть владычицей морской командовать над рыбкой над богом бога за бороду взять и свести гордыня это уже когда начинаешь много нового носить пускай будут лучше ласты до лапки до заплатки нежели без бороды плитой подбородок как мыльница какая обмылок какой-то любящий господа он любит слово его и исполняет его это слово а слово надо чтобы знать надо читать изучать вот что тут и делается если господь говорит не среди края бороды своей не брей то мы должны слушаться послушаться слово о краях не будем говорить краях стригут бороды своей те люди которые носят этот клинышек уже и они считают что должна быть борода а они нарушают вот не края края бороды если края нельзя то тем более а всю бороду ну что вам что-то самое а всю бороду так я просто ее не признаю да и все а если человек признает и подстригает края вот тут уже вообще грех непростительный а мне за что я ее считаю ни во что эту бороду и все и перед Богом буду отвечать ну просто люди сейчас хотят построить Господа под себя когда мы не должны подстраивать под себя а мы под Господу подстраиваемся не о чем говорить о бороде об этой я не могу просто мне волосы мешают в рот лезут я кривый призгливый не могу некоторые от бороду вытирают руки пальцы свои смотреть противно смотреть противно нам на твой бритый подбородок потому что называешься братом остаешься блудником еретиком понимаешь нам противно на тебя смотреть нас с тобой даже не есть вместе не разговаривать надо чтобы ты устыдился я и с вами это не сяду с некоторыми которых я знаю уже все не сядет и все видишь как заговорил он даже с нами не сядет с некоторыми я приветствую что отключил уже эту еретархию все один тут тоже выступал выступал мешал сколько можно то да потому а я так мне противно смотреть на борода противно не смотреть царь Давид не пускал в Иерусалим бритые пока не отрастут бороду а мы идем в небесный Иерусалим и как бы ни один человек ни апостол ни святые отцы не брили бороду не касались бороды своей не стремли ее а нам же как мы доложили доложили сбрить ее что ли это против господнего слова у нас эти занятия как раз для тех кто желает исполнить слово Божье а не для тех кто постоянно противится у нас когда были занятия в университете вот Игнать 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 я хотел сказать поддержать еще что все таки чин назарейства в новом завете вот как сегодня было сказано духовное вот это чин назарейства верующий человек в господа который принял христа он будет согласен с писанием на нас духовное чин назарейства нашего христа и христос бороду носил и не стрих он и поэтому я здесь не усматриваю никакого этого греха а если уже как говорится давайте мериться бородами ногтями завтра придумают это уже бесовская колосяна вот там говорится во второй главе с 19 до 23 стиха вот такое я думаю спасибо я так не понял Сергей вы что тоже поддерживаете благодейных ритиков я говорю по писанию о том что борода говорит вопрос стоит вопрос о бороде да нет а я говорю а чин назарейства чин назарейства из чин назарейства был один из чинов назарейства это не стричь бороду это показано а что новый завет уже время ушло молись заканчивай 34 минуты не стричь волосы а не бороду волосы бороду и так нельзя было стричь там написано в другом месте левитам 19 и 21 главы молимся братья достойно есть я кого истину блажить обувер лесу преснов влаженную и пренепорочную и матерь бога наша честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с Ерофим без искренния богослово родшую сущую Богородицу Тя величай Геннадий Тихоевич помолитесь Отец наш небесный мы пристали перед Твоим величием и просим во имя Иисуса Христа благослови нас имя Твое святое прославляется в жизни нашей я умоляю Тебя господи даруй духовное рождение пастырям и пастве ибо без этого никто не увидит лица Твоего удари все негодные сердец аминь аминь спаси Христос аминь аминь спаси Христос за богом спасибо Сережа 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 Сережа